Муж, который меня просили задать мои друзья, муж моей подруги очень любит свою работу. И он начальник отдела. И он работает там, где зарплаты невысокие, но очень ответственная техническая работа. И из-за того, что невысокие зарплаты, народ находится в таком состоянии, когда кто приходит пораньше на работу и раньше уходит, кто приходит поздно. А мой друг, он хочет, чтобы все было хорошо на работе, все шло правильно, и он рано уходит, и поздно приходит, и весь уже вымотанный. И он никак не может разобраться, как же ему быть. Вот такой у меня... Может быть, вы дадите ему практически психологический совет, то есть как? То есть он хотел бы повлиять на своих подчиненных так, чтобы они вовремя приходили и работали лучше, чем работают на сегодняшний день? Ну да, получается, что он амбразуру с собой постоянно закрывает, но он же настолько изнашивается, что он же веленой таскает. Понятно. Спасибо за ваш вопрос. Я тогда вывожу вас из эфира и отвечаю на вопрос. Спасибо. Прямой эфир. День добрый, дамы и господа. Как вести себя начальнику, если он готов, как Александр Матросов, бросаться на амбразуру и закрывать своим телом от ударов, смертельных пуль, своих подчиненных, а они не выполняют свои обязанности так, как надо. Когда человек берет на себя ответственности или ему дают ответственность управлять другими, его главная задача не столько выполнять свои обязанности на 100%, сколько, в первую очередь, определить способности, обязанности своих подчиненных. Что они могут, умеют, кто какие задачи решает. То есть, знать очень точно, четко их функционал. и знать, на что они способны дополнительно, кроме выполнения своих обязанностей. Второе. Ему нужно определить, как влияет работа отдельно взятого сотрудника на работу в целом, его отдела и компании. И если он не выполняет свои обязанности так, как надо, то что происходит? Кого он напрягает этим? Или перенапрягает? Из-за его невыполненных обязанностей так, как надо? Какой убыток в материальном смысле, в социальном смысле, потому что есть социальная ответственность компании перед государством, перед гражданами, и что-то не срабатывает так, как надо? Третье. Ему необходимо знать положение в семье сотрудника. То есть, какова там ситуация? Сложно? Нормально? Молодая семья недавно создана, или давно уже там и дети выросли, в институтах выучились, уже свои семьи создают. То есть, ему, руководителю, нужно знать максимально всё, что только можно знать о своих подчинённых. Для чего это нужно? Для того, чтобы затем в индивидуальных беседах говорить, вы умеете делать это, это и это. У вас есть проблемы вот такие, такие и такие. Если вы не выполняете свои обязанности, то начинают страдать эти, эти и эти. Страдать вот так, так и так. То есть, ему нужно, руководителю, рисовать такую картину. Вы знаете, подчинённые, вообще-то, они понимают. Они без этих объяснений, в принципе, это понимают. Но, когда это проговаривается вслух, тогда они не могут уже уйти от этой ответственности. И на них не просто ведь наезжать нужно, типа, вы обязаны выполнять, вы должны это делать. Нет. То есть, руководитель говорит, что вы умеете, что можете. Это очевидно, это явно, это было подтверждено. И вы своим потенциалом не пользуетесь. Не развивайте его. Я, как руководитель, не имею права дать вам возможность расслабиться и, как Личность, становиться слабее. То есть, его главная задача, как руководителя, помогать своим подчинённым раскрывать свой потенциал. Затем ему нужно продумать меры наказания. Для этого собрать нужно коллектив и провести. Значит, нужно поставить на обсуждение два вопроса. Первый. Какие проблемы... Даже три вопроса нужно поставить. Какие проблемы чаще всего возникают в нашем отделе или в нашей компании? Второе. Какие главные задачи решает наш отдел и вы на своём месте работы? И третье. Если кто-то из сотрудников не выполняет свою работу так, как надо, то какое наказание должно быть? Можно здесь применить такой способ. Допустим, один подчинённый, их 15 человек, да, к примеру, в отделе, или 10 человек. Каждый подчинённый пишет о двух других, какие он считает задачи самыми главными у них. То есть, как он понимает это. И второе. Если они эти задачи не решают, то какое наказание нужно применять, меры воздействия или поощрения, чтобы они выполняли свои обязанности как надо. И это можно, опять же, провести анонимно, не обязательно, чтобы люди подписывались, да, кто... Но тогда он, как руководитель, уже в следующий раз объявит, вот смотрите, как вы оцениваете задачи друг друга. Вот так, так и так. Вот что вы думаете о том, как нужно поступать, если человек не выполняет свои обязанности. То есть, его задача в том, чтобы распределять ответственность максимально. Не брать её на себя, а распределять её. Он на то и руководитель. Вот это то, чему ему нужно учиться в первую очередь. И что, наверное, помогло бы ему, когда я заведовал кафедрой психологии, я постарался изучить всё, что только возможно, обязанности каждого сотрудника, вплоть до секретаря. И у меня на это ушло полгода. Постарался я это изучать не просто теоретически, со стороны смотрел или документы читал, функционал у секретаря, у старшего преподавателя, доцента, ассистента и так далее. Но я сам старался понять эту работу и, например, проводил лекции за ассистента, одну-две. То есть, на своей шкуре как бы пытался почувствовать, попробовать, что это такое. Хотя я сам, когда заведовал кафедрой психологии, до этого я был ассистентом, старшим преподавателем, потом должности доцента. То есть, руководителю было бы неплохо в какой-то мере побыть в роли своего подчинённого. В принципе, он даже может устроить некую игру, и, допустим, час в день он выполняет обязанности одного из подчинённых. А этот подчинённый становится в роли руководителя, но не принимает решения, а просто наблюдает. И, будучи начальником на один час, он делает какие-то записи, наблюдения и выводы в итоге. Кстати, вот такого рода тренинг уже в ходе работы, он тоже поможет начальнику собрать необходимую информацию, и, знаете, это позволит ему как бы не от своего имени говорить коллективу, что так и так, а каждый уже будет высказывать свои мысли, соображения, и, таким образом, ответственность за управление, за причинение неудобств тому или иному сотруднику наказания, оно будет уже делегировано всем, то есть все будут в этом участвовать. Иначе руководителя могут сделать козлом отпущение. Прямой эфир делегирования.